Что такое исповедь? Когда мы теряем из-за греха свет благодати, единственной помощью для нас является исповедь. Через служение церкви в исповеди совершается наше примирение с Богом. Но почему нельзя сделать это непосредственно между мной и Богом? Почему церковь стала посредницей в этом? Иисус сказал апостолам, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Поэтому примирение является заданием и обязанностью церкви по повелению Христа. Она исполняет это и сегодня через посредничество апостолов и их преемников, священников. Повеление Иисуса предельно ясно, Но, как и во всех делах Божьих, можно открыть мудрость в способе, которым было установлено таинство покаяния. Во-первых, Бог, как мы уже видели, желает, чтобы человечество участвовало в совершении таинств. Таким образом, епископ или священник является орудием Христа в таинстве покаяния. Он действует не своей силой, сила Христа действует через него. Во-вторых, таинства влияют на наши чувства. Ибо в священных символах мы можем видеть то, что невидимым образом происходит в нашей душе. Бог тщательно разработал таинства и святые знаки, чтобы они соответствовали человеческой природе, которую Он сам сотворил. В этом исповедь не отличается от других таинств. В таинстве покаяния мы действительно можем услышать, что наши грехи поистине прощены. В-третьих, христианин не одинок на пути к Богу. Он является членом мистического тела Христова. И если один член болен, то страдает при этом все тело. Если, например, церковь провозглашает любовь Бога к человеку, а некоторые из ее членов ведут себя как раз наоборот, такое поведение обессиливает всю церковь. Наши грехи вредят миссии и подлинности церкви. И поэтому таинство покаяния показывает, что в нем происходит примирение с Богом и с сообществом верных. Исповедь как задача церкви имеет глубокий смысл. Более того, она не только имеет смысл, но и является немалой помощью на нашем пути к Богу. Она приводит к трем результатам. Во-первых, исповедь очищает. Регулярное купание хорошо для тела. То же самое можно сказать и о душе. Исповедь очищает от грехов всех, кто сожалеет о них. Второе. Исповедь исцеляет. Грех причиняет много ран, которые в исповеди исцеляются. Третье. Исповедь укрепляет. Хорошее лекарство не только лечит, но и помогает восстановить силы. Также и с исповедью. Поэтому исповедь очень полезна в нашей жизни. Она очищает, исцеляет и укрепляет.